В период действия ограничений, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, учреждения культуры Самары, национально-культурные центры, творческие объединения провели мероприятия в новом формате. В этот сложный для всех год пандемии работа культурно-национальных центров не прекращалась. При поддержке администрации городского округа Самара совместно с национально-культурными центрами был сделан упор на проведение онлайн-мероприятий. Обзор наиболее ярких мероприятий, прошедших в 2020 году, расскажем в программе «Самара. Многонациональная». В Самарской области проживает около 130 тысяч татар. Татарский народ, оставивший глубокий след многовековой истории, объединяет в себе идею пространства и времени мира, дает ощущение, что история и культура татар являются неотъемлемой частью мировой истории. Татарские национально-культурные объединения с самого начала своей деятельности в конце 80-х годов прошлого века уделяли большое внимание развитию детского творчества. Так в этом году состоялся международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас», что в переводе на русский означает «наследие». Из-за пандемии конкурс прошел в дистанционном формате, но это не помешало коллективам, принимавшим в нем участие, порадовать своим репертуаром. География мероприятия растет из года в год. Фестиваль-конкурс прошел по 13 номинациями. Кроме того, ежедневно татарской диаспорой ведется большая работа по сохранению пропаганды историко-культурного наследия татар Самарского края, празднование исторических дат, установка памятных досок, выпуск научно-популярной литературы и проведение экскурсий. Наряду со всем в Самарской области выпускаются издания о жизни татар региона. Что касается татарской автономии, она создана уже более 10 лет. Существует на территории Самарской области. Основными направлениями, конечно, является сохранение языка, культуры татарского народа, воспитание взаимовыручки, дружбы. Все, что описано у нас в Коране, допустим, или в Библии, или в Торе, все это, как говорится, мы выносим тоже во главу угла своей деятельности. Мы очень взаимодействуем со всеми общественными национальными организациями Самарской области. Вы знаете, что у нас на территории, наверное, более 150 национальностей проживает. И поэтому наша основная задача тоже – жить в мире и согласии. В Самарской области проживает свыше 20 тысяч представителей армянской национальности. Познакомиться с национальной кухней другого народа можно, не выходя из дома. Представители культурной автономии нейрии в онлайн-режиме приготовили армянское национальное блюдо «Жемк Ялов Хац». Лепешка с зеленью считается настоящим деликатесом для проживающих в России армян. Для ее приготовления нужна специально отобранная зелень, которая растет исключительно в Армении. Само блюдо испокон веков уже готовится во всех наших семьях. Считается простым блюдом, потому что его готовили в деревнях по весне, в основном, когда трава и зелень только начинала прорастать. Каждая губерния имела свои способы приготовления продукта. И можно даже сказать свое направление в культуру. И таразы свои. Мы сегодня хотим, молодежь, которая растет здесь, чтобы они изучали, знали армянскую культуру и армянскую кухню. Сохранить народ и традиции. В Самаре прошел фестиваль военной патриотической песни, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому концерт прошел без зрителей в зале. Мероприятие транслировали в интернет. Администрация Самары оказала не только информационную, но и финансовую поддержку. Были выделены субсидии, чтобы шить для членов коллектива военные костюмы к фестивалю патриотической песни. На Самарской земле проживают около 90 тысяч чувашей. Благодаря работе национальных объединений, вот уже много лет они сохраняют свои самобытные традиции. Чувашские национально-культурные общественные объединения, наверное, самые многочисленные в количественном смысле. И поэтому неудивительно, что они принимают участие во многих национальных и межнациональных мероприятиях. Сегодняшний праздник, пусть он не многолюдный, но я всей душой посвящаю своим родителям, потому что для меня это очень трогательно. Все, что мы можем сделать для своих ушедших, для тех людей, которые прошли войну, это помните и благодарите. У каждого народа, чья жизнь связана с земледелием, издревле был праздник, знаменующий окончание сбора урожая. Есть он у чувашей. Керхи, пуян, лах, осеннее богатство. В разных регионах праздники назывались по-разному. И, может быть, даже в чем-то отличались, но суть одна. Благодарение за новый урожай и моление за будущее обильный. Осенний праздник, это у нас Хиргипуянных, посвящен именно то, что богатство у нас щедра осень дарам природы. Щедра она и трудам людей, которые трудились все лето, все весну. И все, что у нас на столе, конечно, это дар нашей природы. Сегодня эти праздники возрождаются, приумножаются, обрастают новыми традициями. Причем празднуются они во всех регионах компактного проживания Чуваши. И так же, как в старину, носят разные названия. Керхи, пуян, лах, гин, великому крестьянскому труду. Чувашскими организациями традиционно в нашем городе проводится большое количество социально значимых мероприятий. А Чуваши традиционно были очень тесно связаны с природой. Жизнь Чуваши связана со Вселенной в целом и с проявлениями ее природными. И поэтому календарные праздники для Чуваши очень важны. В этом году праздник проходит в онлайн-формате. Тем не менее, интерес к нему не ослабевает. На него съехались Чуваши из самых отдаленных районов области. Встретиться друг с другом, узнать об урожае и поделиться новостями. Для искусства нет границ, рамок и сложных ситуаций. Во все времена музыка вдохновляла и поднимала дух. И современные обстоятельства не исключение. В ДК «Нефтяник» в онлайн-формате прошел концерт под названием «Песни военных лет». Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного артиста Самарской области Марка Когана. Впервые в истории на фоне ограничительных мер были применены современные технологии для организации концерта. Сегодня я выступаю перед вами не как музыкант, как дирижер, а как руководитель общественной организации, которая называется «Городская еврейская национально-культурная автономия» – «Тарбутлаам», то есть «Культура народу». Наша организация получила субсидию администрации города Самары на проведение фестиваля юных исполнителей «Музыка военных лет», посвященной 75-летию Победы. Онлайн-аудитория безгранична, и любой зритель может приобщиться к тем традициям, которые бережно сохраняются вместе с национально-культурными центрами нашего многонационального города Самара. В России сегодня проживает свыше 500 тысяч белорусов, в Самарской области более 9 тысяч, и большинство из них ведет активную работу по сохранению традиций, обычаев белорусского народа, изучению языка своих предков, установлению контактов с исторической родиной. В Самаре в дистанционном формате прошел 16-й международный белорусский детский юношеский фестиваль «Конкурс искусств в Беларусь. Моя песня». Самое основное, что про нас знают. То есть мы не зря работаем. То есть знают белорусскую культуру. Организация взаимоотношений между Республикой Беларусь и Самарской области. Мы выезжаем на форумы «Россия и Беларусь». Последний выезд у нас был в 2018 году. Наш вывозили туда коллектив «Каданс». Вывозили выставки народных ремесел Самарской области. Ассамблея народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством проводит уже шестой год подряд ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы казаки». В этом году посвященный 30-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и по Волжье. Среди казаков есть три категории. Это люди, которые не стоят в организациях, но имеют предки казаков. По оценкам от 5 до 15 миллионов таких на территории Российской Федерации. Есть реестровые организации, такие как Волжское войсковое казачье общество и другие на территории России, которые взяли на себя обязательства понесения службы. Но, может быть, пока государство небольшие объемы дает для понесения реальной службы. Есть общественные организации, которые, например, я возглавляю Самарское казачье землячество. Вот задача сейчас поставлена в недавно принятой летом стратегии развития российского казачьего до 30-го года. Объединить усилия реестровых, нереестровых казачьих объединений, чтобы, соответственно, потом уже помогали нашему государству. Мы с казаками работаем уже 10 лет. У нас в школе очень много казаков. Сейчас, вот после указа президента о создании молодежных групп, у нас уже 15 человек, которые вступают в казачество. Дело в том, что создавалась наша станица Северная почетным атаманом Боковым Виктором Васильевичем. Она создавалась не только как патриотическое воспитание молодежи и подростков, но и еще как эстетическое направление. И в нашей школе очень много коллективов, которые занимаются именно этой работой. У нас два коллектива детских, потешки малышей и взрослый детский коллектив «Родничок». Они поют в основном очень много репертуара казачьего. Какое вы имеете отношение к казачеству? Я состою в волжском казачьем войске, являюсь сотником уже где-то с 2010 года в волжском казачестве. Да, казачьи песни и пляски всегда мне нравились, поэтому это послужило стимулом вступить в ряды волжского казачьего войска и помогать и казачеству, и нашей России воспитывать детям чувство патриотизма. И вот эту культуру как бы размножать, петь и плясовые песни, и патриотические, обучать этому детей. Это праздник сотрудничества и добрососедства народов России. Слава Богу, что мы казаки и казачество. Это совершенно уникальные люди. Это русская, славянская история. Неповторимая часть славянского этноса Самары, Самарской области и Поволжья. В Самарской области проживает более 170 осетинских семей. В общей сложности насчитывается около 1000 осетинов. Самара давно стала любимым городом осетин. В этом году осетинскому национально-культурному центру Алания исполняется 19 лет. Он был создан в 2001 году для того, чтобы сплотить осетин, живущих на территории Самарской области, и помочь им не забывать национальные традиции, обычаи, культуру своего народа. Даже вдали от родины дети должны знать осетинский язык и свою историю. Наша молодежь, наши дети знали свой язык, знали свою историю. И продолжали дело наших дедов, прадедов, чтобы, где бы они ни жили, чтобы все это знали и продолжали вот это все делать. Сегодня перед каждым осетином задача историческая – сохранить то бесценное достояние, что нам передали наши предки. Это наш язык, естественно, наша культура, обычаи, традиции, честь и достоинство для наших потомков. Среди этносов нашей многонациональной губернии заметное место занимают поляки. Исторически выходцы из Польши появились на берегах Волги намного раньше других. Сейчас в Самарской области проживает около тысячи поляков, однако польская кровь течет в жилах гораздо большего числа жителей нашей губернии. Общественная организация «Поляки Самара. Потомок» в нашем городе начала работу в октябре 1990 года. Первые шаги центра были связаны со сбором информации о поляках, Самарского края и в целом о самарско-польских связях. Например, в архитектуре. Польские архитекторы и строители сыграли немаловажную роль в создании облика нашего города, а цель любой национальной организации – сохранение традиций и языка. И эта деятельность должна быть непрерывной. В этом году «Потомок» отмечает 30-летие. Дата очень значимая для всех поляков Самары. Время меняется и диктует свои приоритеты. А главное, что центр ведет активную деятельность, чтобы традиции поляков Самарского края сохранились. А у организации были культурные и научные связи, чтобы как можно больше людей знакомилось с польской культурой и благодаря центру «Потомок» находило в ней для себя что-то интересное. Самара славится крепкими традициями дружбы народов, совместного развития городов и сел, строительства предприятий. Создаем славу и величие Самарской земли. Большинство культурных событий Самары стали межнациональными. Участвовать в тех же белорусских, армянских, еврейских, осетинских, татарских конкурсах, праздниках и фестивалях смогли все желающие, только теперь в онлайн-формате. И несмотря на пандемию, славные традиции наших предков и сегодня бережно сохраняются. Мы приумножаем эту прекрасную традицию дружбы, взаимопомощи и взаимовыручки. Редактор субтитров А.Семкин